Воровала продукты у детей инвалидов. В мошенничестве в особо крупном размере сотрудники полиции подозревают директора Лаишевской школы-интернат для слепых и слабовидящих детей. По данным следствия, она причинила ущерб учебному заведению, которое возглавляло на сумму около 400 тысяч рублей. Кроме продуктов, она, как установили сотрудники Управления экономической безопасности, давала незаконные указания водителю списывать горюче-смазочные материалы и обналичивала деньги. Сергей Хайдаров о схеме мошенничества. Лишала детей продуктов она с мая 2017 по апрель 2018 года. Сотрудники Управления экономической безопасности установили, 44-летняя женщина давала незаконные указания поварам выносить с кухни и со склада продукты, в том числе мясо, и передавать ей. Оперативники подразделения экономической безопасности установили, что она также неоднократно обналичивала денежные средства через фирмы, оказывающие ей услуги по поставке продуктов питания, различных потребительских товаров и электронного оборудования, путем завышения стоимости товаров и услуг. Так, в марте 2018 года директором интерната было обналичено 50 тысяч рублей по фиктивному договору поставки продуктов питания, которые на склад не поступили. Отдельные указания были водителю школы-интерната. Он должен был заполнять путевки и списывать горючие-смазочные материалы на автомобиле, которые по факту уже более года никуда не выезжали. Общая сумма ущерба, причиненная школе, которую она возглавляла, составила около 400 тысяч рублей. По данному факту в отношении доверия возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» проводятся статистные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в явлении дополнительных эпизодов преступной деятельности. В настоящее время женщина задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112.